Бои 1942-1943 годов на Ленинградской земле в районе поселка Мга оказались для наших войск кровопролитными и неудачными. Тысячи воинов полегли в гиблых болотистых закоулках русской тайги, где линия фронта условна, и противник стреляет из-за каждого дерева и складки местности. Днем и ночью, без перекурок и роздыха на обед. Наши деды и прадеды легли ко сми в лесах и болотах, у тысяч городов, поселков и малых русских деревень. Мужики геройски дрались за свою страну, детей, жен, подруг и родителей, не жалея жизни в бою против сильного врага. Не всем удалось дожить до победы. О них наш фильм В июле 2006 года наш коллектив отправился в очередную поиску. экспедицию в Кировский район Ленинградской области. Территория южнее Ладожского озера почти сплошь являлась ареной жесточайших боев по прорыву блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Немцы создали мощную линию обороны в этих живописных местах. В ее узлах отстроили железобетонные доты, довольно неожиданно среди лесных дебрей мы нашли три из них. Все они продолжали угрожающе возвышаться в закоулках леса. Один из них и стал центром протяжения наших усилий на несколько последующих лет. Шарахались по лесам мы изрядно, даже один раз сели и нашли железобетонный дот. В глухом лесу, на вырубке. Вот такой он. Амбразура на восток. Ход сообщения к нему с западной стороны. Перекрытие. И, о чудо, полезли. Обалдеть. Ага, дот на две стороны. Одна амбразура. Вторая амбразура на север, на восток. Все правильно. Там, где были наши. Взгляд изнутри на восток. К перекрытии крыши лежали бревна. Вот одно из бревен. Вон оно видно. Вдоль ската. Вот так и осталось. Не изменило. На бревна был положен бетон. Он застыл, а деревья сгнили. Бетон остался. Углы не разъехались до сих пор. Все стоит. Но, видать, хороший фундамент. А вот и автографы строителей. Р.Б. Да, солидно. Наверняка он здесь не один. Обследование окрестных лесов заняло две недели. За это время на нейтральных полосах между линией обороны нам удалось найти 13 советских сооборотов. На нас удивленно смотрели заезжие грибники. В этих лесах, исполосованных войной, они привыкли собирать грибы да ягоды. А тут вдруг война напомнила о себе останками солдат, лежалыми гранатами и коврами гильз. Пару дней работа не клеилась. Результата не было. И тут мы вспомнили про целехонький немецкий ДОТ, на который наткнулись в самый первый день обследования лесов. Слишком близко стоял он к нашей обороне. Всего 300 метров. Рядом могли оказаться наши погибшие бойцы. И мы не ошиблись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда попадаешь в такие места, охватывает небольшой мандраж. Можно сказать, вернее, волнение, можно сказать, мандраж. Почему? Все равно ощущение того, что ты не один. Лес вроде бы пустой. Вроде бы нет никого. Вроде бы деревья до деревья. Кусты, пни, мочежины, вырубки, немецкие ДОТы, проволока. На минник попадаются мины, снаряды иногда. Ну, если, конечно, были бои. Но там, где люди, есть определенный некий такой эффект. Без всякого привлечения. Такое ощущение, словно, вот тебя просто зовут. Ты слышишь, но пока не знаешь где. То есть их надо суметь найти. Вот точно такое же место. Это здесь, недалеко от ДОТа. Примерно 300-350 метров, не более от него. Практически у каждого есть кружка, есть ложка, противогаз, лопатка. То есть полная выкупка. Естественно, боеприпасы, патроны, гранаты, детонаторы. То есть бойцы лежат при полной выкупке. Мы их нашли уже минимум 16 человек здесь. При них было два медальона. К сожалению, оба медальона оказались пустые. То есть капсулы были целые, закрученные, но бланков в них не оказалось. Будем надеяться, что это не последние медальоны. И даст Бог, бойцам повезет, что мы найдем их всех. А сейчас пока соберемся. Вот наши причиндалы. Очень простые, непритязательные, но надежные. Особенно вот эта штучка зеленая, которая приставлена к машине. Армейский миноискатель, ИМП-2К. Опробован уже в работе. Показал себя с самой лучшей стороны. Правда, в заводскую конструкцию мы внесли некоторые изменения и дополнения. Например, вот такие штуковины из заводской конструкции мы убрали. Поставили обычные болты, просверлив отверстия большего диаметра. Как сюда, так и сюда. Эту так оставили. Более-менее она еще держится. Далее. Наш младший разведчик Пирожков отважно сломал вот этот кронштейн, который был на эпоксидке вклеен в эту трубку внутрь. Все бывает в лесу. Никуда от этого не деться. Не менее отважный старший разведчик Тютин вечером решил внести дополнение изменения в конструкцию. Как вы понимаете, изменением дополнением является вот этот болт, который Динар Мензаирович каким-то хитрым образом взял и вкрутил туда. Как результат, мы сейчас имеем конструкцию гораздо прочнее, чем она была до того, как мы, получив из славного города Томска этот хороший аппарат, собрали его к действию. Вот так. Вот первый боец. Вот он был. В мочежине, которая весной, да и летом, как правило, мокрая, поэтому водой залит, от него ничего не осталось, одна только косточка, от руки, что ли, вот тут чуть повыше подняли, или от ноги? От ноги. От ноги такая тоненькая, словно, я почему искал, словно предплечье руки, от оказалось голень его. Но все при нем абсолютно, включая патроны, боеприпасы, причем самое интересное, вещи сохраняются настолько великолепно, что, ну что, бумага совершенно спокойно сохраняется, карандаши, дерево. Вчера подняли детоницу деревянную, двойную, в ней два детона, то есть, типа деревянного футлярчика такой, с отверстиями пола, как раз, чтобы они лежали в кармане. А бойца нет. Так это место выглядит весной и поздней осенью. Вода покрывает почти всю территорию. Мы специально проверили глубину воды в мочежинах, и в одной из них вода доходила до полуметра. Минник среагировал на гранату, детонаторы и патроны в избытке лежавшего бойца. Всележавшие здесь воины были обуты в валенки, одеты в шаровары и в телогрейки. Здесь был найден воин, у которого, в перчатке из кожи, лежала на стволе своей винтовки. А вот его винтовка, точнее то, что от нее осталось. Практически у каждого бойца кружка, ложка, противогаз, котелок, винтовка. А это подсумок на ремне. Боец тут так и лежит. Мы его только что нашли. И еще не поднимали. На этом месте мы нашли бойца с целым набором цветных карандашей и медальоном. Медальон, к сожалению, оказался пустым. Буря повалила два этих дерева. Два таких мощных дерева. Ну и обнажила корни. А обнажив корни, обнажила и это. Когда мы пришли сюда, то и увидели, что ложка была так и воткнута в крот, словно ее кто-то воткнул до нас. Конечно, она была коричневая, наросток болотной грязи. Мы ее очистили и воткнули обратно. А бойца здесь еще не искали и не поднимали. Возможно, их здесь двое. А где-то в корнях этих деревьев, возможно, поднятые вместе с корнями. Проведем экскурс по боеприпасам, которые были найдены на этом месте. Внешняя оболочка немецкой противотанковой мины. КМИ-35. Вот ее клеймо 40-го года. Природа выхолостила ее. Фактически она растворила весь стол. Справа мы видим детонатор, установленный на неизвлекаемость. Опасная штука. Очень, очень опасная. Войну не была использована. И, слава богу, никто не подорвался и после войны. Немецкая, летавшая уже, 50-мм мина, которая отгнила оперение. А головка целая и опасная. Это уже наша, 50-мм мина с шестью перьями на хвосте. 81-мм мина немецкого производства. Тоже отгнившие перья, но с наличествующей целой головой. И это тоже головка, видите, аж блестит. А перьев нет. Вот теперь и наши гостиницы, 82-мм м. Гранаты РГД-33 советского производства. Остаток снаряда, судя по всему, 76-мм. Вот одно из местечек, где найдена винтовка Мосина. Вот ее приклад. Судя по сохранности дерева, можно надеяться, что и винтовка окажется нормальной. Ну, ее практически сейчас оголили. Сейчас ее достанем. Она пока еще в земле. Практически сухое место. Но, опять же, оно относительно сухое. Потому что, если тяжесть здесь по весне, то вот и винтовка. Лежит она от цевьё. Шампулочек отгнил. Смотрите, как отгнил ствол. То есть, вот, казалось бы, да? Дерево сохранилось, а металл пошел. Ну, как тут костям сохраниться, если мы валенки достаем, валенок разымаем, а валенки пусто, то есть кость растворена. Как тут кости остаться, если железо вот так вот себя ведет? А дерево? Дерево тут хорошо. Видимо, окислительная среда, растворяя железо и кости, сохраняет железо, ой, 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 дерево. Ну-ка. По-моему, стал двигаться затвор. Да? Двигается затвор. Сейчас она обстучится, и железяка очень может быть, ну, скажем так, стрельнет, конечно же, не стрельнет, и это добро до рабочего состояния никто не доведет. Вот сейчас специальную планочку обстучим. Вот, никто не доведет. Но, смотрите, вот как это бывает. Вот как это бывает. Опять же, все снимается в режиме онлайн, то есть мы не подкладывали винтовочку сюда, мы единственное, что застопорили, так сказать, свой интерес, копателей, искателей, исследователей, с тем, чтобы включить камеру, дождаться, пока наш оператор нажмет, оператор, слышишь нас? Да. Да. Нажмет кнопочку, о, о, и на наших глазах планочка отлетает. То есть, вот как отгнилось здесь железо. Мокрое, лоснящееся, то есть, как бы целое, но коснись чего, и все кончито. Так, в принципе, сейчас можно еще постучать по затвору. Затвор сейчас будет, о, повернулась, повернулась эта плащечка, встала вертикально, была наклонна. Так, вывели, теперь бьем вниз. Сейчас мы проверим это место, возможно ли будет боец, то есть мы развернем дальше. Вот уже щель, средней части затвора. То есть, как бы, другими словами, отбивается, отбивается металл. Я специально, без всякой жалости, бью по железу, потому что нам это железо неинтересно, только в качестве съемочного экспоната. О, он уже ходит. Пожалуйста, уже ходит. Парни, смотрите, и пахнет как в кузне этим металлом, таким, типа, нагретым. Пошел затвор, пожалуйста, демонстрирую. Половина его осталась там, его фактически разбили, половина затвора осталась там, вон она, а половина, включая байок, вышла. Встала на взвод. Сейчас проверим, были ли тут патроны. Проверяем. А патрончиков-то тут и нету. Патронцы он, наверное, все выстрелил, братанка наш. Да, слушайте, патрон тут нет ни одного. Нет, есть один патрон. И, возможно, патрон в патроннике. Ломаем это дело, потому что это сохранить, скажем, тоже цевьё, да, чего-то. не представляется невозможным, необходимым. Вот так трофеюги доводят вроде бы яговённые, негодные винтовки до рабочего состояния. Я просто это показал с тем, чтобы народ, который к этому делу непривычен, чтобы увидел, как-то иногда бывает. Вот мы сейчас её изуродовали, мы сейчас её полностью испортили, она уже никогда рабочей не будет. Но это показывает иллюстрирует простую истину, что из трёх-четырёх винтарей вот таких, вот такого состояния поднятых, могут создать умельцы, естественно. Могут создать один стреляющий ствол. Бывает, сразу попадается такой, который доводится до рабочего состояния. Бывает, надо собирать их. Вот я буквально таким варваровским способом отбивая, открывая затвор, показал, как оно ходит, как оно бывает на поле боя, в каком состоянии может быть поднято оружие. Мы только что нашли ещё одного бойца. сначала нашли винт со штыком, а потом на этом же месте нашли ремень. Саша говорит, ремень был белый. Может, эта вода как-то окислила? Действительно, если не белая, то, по крайней мере, какое-то цветное покрытие на коже было. И боец весь растворился. Ни одной косточки. Тут, конечно, мудрено было сохраниться в какой-то почве. Где-то же всё мочежина. Вот она. Вот туда даже тянется. И вот эти растения, что это за растения? Лилии? Да. Это болотные, лилии. Да, это растут. Весной вот всё сплошняком вода будет. Да, сплошняком это не то слово, это примерно по колено. Отдельные кочки будут? Да, отдельные кочки. И вот его портмоне. Мы его ещё не открывали. Вот сейчас собственно открываем. Ложка, монеты, детонаторы. Один детонатор превратился в хлам вместе с гексогеном своим. Вот мы его сейчас вытащим, положим. дальше ещё один детонтор тоже в хлам превратился. Третий ну и этот тоже говененький. Так, дальше смотрим, что было. Бумаги, есть и какие были, к сожалению, утрачены явным образом. Здесь нет ничего. есть кусочек, свидетельство о том, что какая-то бумажка когда-то здесь была. Может быть это, но это скорее подложка кожи. Портмоне, сейчас мы его полностью развернём. стандартный портмоне, который попадается у солдат, что в Карелии, что в Ленинградской области, Ленина нет. Была некая надежда. Смотри, какая чистая кожа. Была некая надежда, что может быть положил он капсулу вот сюда внутрь, но внутрь он её не положил. Сейчас мы ещё разберём под сумочек. Ложечку мы ещё не чистили. Ложечка вот такая вот она, жёлтенькая. Вот. Череночка пока нету. Она как была, так и есть. Хлебала почистим. Посмотрим на свет. Нет, надписи не видно. Их просто нет. Вот так. Ну, продолжим дальше подъём. Тенар уже третий день ищет на этом месте бойца. Он действительно не даётся. Тут очень много корней. А есть лопатка противогаз кружка. То есть боец тут. Вот его противогаз. А вот лопатка. Точнее то, что от неё осталось. И была поднята она в общем-то сантиметров пятнадцати глубины. Вот где он залёг? Трудно сказать. Но надо искать где-то тут. Границы залегания бойца определить невозможно. Почему? Потому что его трассируют обозначают только вещи реагирующие на металлоискатель. А всё остальное не ну скажем кости их просто нет. Вода их растворила. Хорошо если мы их найдём. Если где-то с краю скажем вот там повыше местечки будет где-нибудь кусочек бедрен или кости руки или голени а может быть валенки если он в валенке был удастся найти но факт тот что ни валенки не словить на щуп ничего кроме кожи резины и металла вот этот мы сейчас собственно говоря нашли подсумочек с патронами ремень его сейчас будем разворачивать аккуратненько очищаем благо грунт словно только что насыпанный уже тронутый на самом деле нет это лесная мочежина которая по весне заполнена водой и которую естественно все поисковиков обходили стороной и будут обходить в мокрое лето она тоже наверняка заполнена водой но вот сейчас сухая абсолютно то есть конечно грунт влажный влажноватый так скажем но словно насыпанный словно он не такой естественный как был до нашего прихода индивидуальный пакет был найден идеальный пакет монеты опять пошли дачок троечка копеечки двушечки почистим крупный план сделаем ну вот еще есть вероятность того что медальон будет еще есть ну что как раз мы к пояснице подошли вот второй подсумочек появился вот они детонаторы монеточки там кстати медальон может быть вполне надо разобрать раз он детон туда положил вполне муха медальон разбираем раскрываем детали подсумка патроны в бумаге как они в цинке лежат вот они здесь оборотная сторона подсумочка так ну кроме патронов здесь я ничего больше не вижу да в соседнем подсумочке патроны и вот эти четыре возможно даже живых детонатора то есть они еще могут сработать вполне тот гексагенчик или азит свинца который тут есть эта штука очень сильная даже несмотря на 65 лет прошедших ремешок оказался застегнутым на пряжку вот пряжка сгнила да пряжка сгнила полностью вот он поэтому как бы раскрылся но он был застегнут мужичок в поясе был примерно вот такой ну по окружности вот примерно так да сейчас проверим почистим мухом мокрым помоем влажным может быть надпись какая будет выколотая на ремешке такое тоже часто бывает к сожалению медальон при бойце так и не был найден его просто не было увы и остались от бойца только монеты это валенок посмотрим если у него какие-то кости нет словно не было ничего словно не было тут никогда пятки плюс не опускалась так вероятно пятка вот наверное ушла сюда ступня может быть наоборот вот так сюда голень словно никогда не было здесь голени вообще шутка косей слон не было так вот здесь мы сейчас посмотрим то же самое нульсен ничего от человека не осталось растворился почва его съела оставив только вещи оставив войлок монеты под сумки кожу человека нету нету из восьми у троих всего лишь жалкий фрагмент кости и все более доброе но видит бог видит эта камера видим мы мы себе не врём что это земля именно бывшая плоть бойца а его останки растворились полностью как и останки еще других всего здесь найдено 17 вот это 17 боец из них поднято 8 то есть нам осталось как мы думаем 10 человек на следующий год мы вернулись в это гиблое место всего за две экспедиции 2006 2007 годов там на площади 50 на 20 метров удалось найти останки 28 советских солдат в том числе одного офицера больше половины из них оказались растворены природами лишь черенок опасной бритвы с подписью В.Н. Даньшин оставил призрачную надежду определить имена погибших 28 бойцов и куриш выпала им участь погибнуть на поле брани то заслужили они хотя бы ту малость что можем мы воздать им немощным и безвестным найти и похоронить их с высокими почестями десятки лет спустя после войны и породить за них как за други своя спустя